Вода питьевая. Спасибо водоканалу города Новоалтайска. Уже год жители Новоалтайска не могут выпить стакан воды из-под крана. Слегка смущает цвет и запах, хотя коммунальные платежи оплачивают исправно. Причем платят горожане не за техническую воду, а за питьевую. Вот это можно на два дня. То есть как бы бутыль в день. Полторы тысячи за пятилитровые бутылки с чистой водой и 500 рублей по счетчику. В совокупности две тысячи отдает жительница Новоалтайска Марина Губер заводу ежемесячно. Вода от ресурсовиков непригодна ни для питья, ни для приготовления еды, рассказывает женщина. То есть муть, можно даже вот увидеть в стакане, муть примесь непонятного рода. С утра открываешь, вонь стоит сероводородом, вот как болото прям. Мыться, умываться, зубы чистить просто невозможно. От гремучих примесей электрочайники ржавеют и выходят из строя. За текущий год Марина сменила уже четыре. От сомнительного качества воды страдает не только техника. У одного ребенка, даже вот соседка рассказала, не могли понять, на что аллергия, а он из-под крана воду пьет. И нашли, что вода, ну куда-то образцы воды увозили в Новосибирск. То есть как бы примеси. А аллергия в чем проявлялась? Ну, сыпь. Да, у ребенка сыпь и плюс говорит, что отдышка. Жители обращались в водоканал. Там ответили, что обработали фильтры. Но такой манипуляции хватило лишь на несколько дней. В УК Депстар нам пояснили, что качество воды не только в домах, на высоковольтной улице, но и во всем микрорайоне под названием стройка оставляет желать лучшего. Железо много, превышает нормы. И примеси нормы превышает. Ну, это даже, наверное, в масштабах города, наверное, честные какие-то ставить. Потому что трубы здесь, ну, как бы у нас тут водопровод трубы, но новые они, а которые к нам идут, они из башни идет, которая уже там, не знаю, 30 лет здесь, 30 лет уже башня существует. Новоалтайский водоканал пояснил нашему телеканалу и жителям новостроек микрорайона стройка, что вода соответствует нормам СанПИН. А между тем к проблеме уже подключилась администрация города. Специалисты отбирают пробы и тестируют воду на качество. Результаты позже озвучат и наши редакции. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...